В конце каждого месяца его итоги подводятся на Большом районном оперативном совещании с обязательным награждением отличившихся. Жители нашего района были задействованы в проведении чемпионата мира по футболу. Это полицейские, спасатели, медики и, конечно, ребята-волонтеры. От района им дипломы и подарки. По итогам недавнелетней спартакиады Щелковского района кубки вручили лучшим в зачете команд предприятий. За первое место компании «Газпром» подземные хранилища газа, за второе – компанией «Мултон», за третье – акционерному обществу «Газпром Космические системы». Сразу три награды получил замглавы администрации по социальной политике Юрий Родионов. В частности, благодарственное письмо Минздрава за активную работу и личный вклад в развитие здравоохранения. Об этом он и доложил на оперативном совещании. Вы знаете, что губератор Московской области в 2015 году принял очень непростое решение – это полностью модернизировать систему здравоохранения Московской области. Также хочу сказать, что особое внимание он уделил Щелковскому муниципальному району, потому что у нас в этой области, конечно же, очень-очень много проблем, с которыми мы пытаемся вместе справиться. Несмотря на отсутствие полномочий в системе здравоохранения, которые подняты на уровень области, районные власти контролируют все процессы в отрасли. Реализуются губернаторские программы по двум направлениям – здравоохранение Подмосковья и реформа ЖКХ в части модернизации бывших военных городков. В 13 учреждениях продолжаются или уже закончены ремонты. Наиболее заметно это в Щелковской районной больнице номер 2 на Щелковской станции скорой помощи в Модинской больнице. Проводится не просто капитальный ремонт корпусов и благоустройство территории, но и оснащение мебелью и оборудованием. Закончились конкурентные процедуры. Закуплена новая мебель для отделения, где пройдет капитальный ремонт. И, соответственно, в второй больнице самая главная победа – это был установлен компьютерный томограф, которого в районе вообще не было. На сегодняшний день идет установка фюрографического аппарата нового. Юрий Родионов отметил также перспективу открытия нового медучреждения – еще одной поликлиники в сельском поселении Медвежье-Озерское. У меня был подрядчик буквально позавчера. Завершаем полностью новую документацию. На 2019 год эта медсанчасть стоит в капремонте, деньги на нее есть. А оборудование мы его закупили еще в прошлом году. Глава района Алексей Валов добавил, что за прошлый год район совершил прорыв по привлечению медицинских кадров. На основании поручения губернатора продолжаем плановую и последовательную работу по привлечению в сельский район компетентных медицинских специалистов. В нынешнем году уже привлечены три терапевта. До конца 2018 года планируем трудоустроить еще двух терапевтов и трех педиатров. Особое внимание уделяем жилищному вопросу. На сегодняшний день 49 врачей и работчиками в пределе получают компенсацию за нами жилья. Это лучший показатель Московской области. Усилить работу по контролю в системе здравоохранения глава района намерен с помощью общественной палаты. Я бы просил в течение месяца проверить все лечебные учреждения без исключения общественной палаты. Просил бы тщательно проверить, чтобы не было у нас недовольных. Важно то, чтобы люди еще раз почувствовали не только административную защищенность, но и общественную защищенность. О социально-экономическом развитии сельского поселения Медвежья Озерская рассказал его глава Владимир Канахин. Поселение показательное. Одной из основных причин называют умелую работу с федеральными и муниципальными программами. Они дают дополнительные средства для развития. А бюджет поселения, который за два года увеличился со 122 до 137 миллионов, позволяет их софинансировать. В поселении реализуются программы капремонта домов, благоустройства территории, ремонта подъездов. Но главное – программа восстановления инфраструктуры бывших военных городков. За три года жизнь в поселке Новый городок, где от Минобороны переданы 14 пятиэтажек, поменялась полностью. Капитальный ремонт в поселке Новый городок, на что было потрачено 26 миллионов рублей. Капитальная работа замена тепловых сетей – 94 миллиона. Все трубы, которые находились в земле, они лежали свыше 40 лет. Это лишь небольшой пример того, как может развиваться территория, когда на это направлены объединенные усилия властей поселения, района и области. Так и должно быть. А с руководителями отстающих направлений глава района пообещал провести персональную работу. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Телерадио, компания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова